Соглашение. Гузаревич Денис Сергеевич, член церкви в деревне Новый Двор, Пинского района, и Шишко Маргарита Павловна, член нашей церкви, решили создать семью по взаимной любви и согласию. Я попрошу, чтобы названные уже приходили вперед. Братья и сестры очень сильно хотят увидеть вас, о ком речь идет. Вот сюда. Как-то какое-то время назад ко мне подошел папа Маргариты и говорит, Василий Михайлович, похоже, что у нас приятные события в семье. Ну а вы знаете, когда есть девчата, когда есть или дочери, или сыновья, уже достигшие возраста, когда, ну вот, уже этот вопрос надо решать, то ты сразу так и понимаешь, что, наверное, все-таки это, что в самом деле. Ну да, ну да, есть брат, который неравнодушен к нашей дочери, и она тоже по отношению к нему, они хотят пожениться, они хотят создать семью. Ну, я уже не стал так расспрашивать сильно, а где, а как, ведь же Новый двор, это Пинский район, у нас здесь, вот, у нас родилась, у нас росла, вот, воспитывалась. И как они нашли друг друга, вот представьте, что, хотелось бы всем узнать, ну, как это происходит, да, помните, сказано, что четырех вещей не понимаю, путь орла на небе, змея на скале, вот, корабля на море и путь мужчины к девице, вот, как это происходит, что увидел, вот, увидел и вдруг, вот тогда, когда тысячи других рядом, ты их видишь, ты с ними общаешься, пересекаешься, и вдруг увидел ее, и что-то произошло. Вот, стал понимать, что вот она моя, она моя. Один брат говорил, что, значит, по-моему, пятницу, брат Олег говорил, когда я увидел, Олег, извини, Олег Владимирович, да, говорит, когда я увидел Олю, она приехала на реабилитацию, она регистрировалась, я слышу внутренний голос, это твоя жена в будущем. И они сегодня хорошая семья, сколько лет уже? Двадцать, семнадцать лет, да, семнадцать лет уже услышал от Господа, я хочу верить. Вот вчера я, когда был с вами в доме Маргариты, родители были, с Денисом приехали родственники, братья приехали, такая хорошая, дружная семья, папа с мамой. И когда вот спрашивали родителей, ну, а вы согласны, я видел, насколько одна и другая сторона были счастливы, они просто такие счастливые улыбки, это такая, вот стол накрыт, ну, праздник, праздники, это видно было по всему, что происходило, друзей пригласили, вот, и мы уже сегодня читаем оглашение, и вы знаете, что я уже пользовался такой слухами, вот, где-то расспрашивал, и говорят, что после оглашения, вот, какая-то особая фаза, вот, до венчания, такое состояние такого полета, такой торжественности, вот, предвкушения, вот, чего-то такого особенного, и это правда, и это правда, что они жених и невеста, они любят друг друга, у них особые отношения, нежные, теплые, очень деликатные, аккуратненькие, чтобы не навредить друг другу, и Господа не оскорбить через свои отношения, поэтому, вот, до дня венчания, да и не только до дня венчания, я хочу обратиться к молодежи, молодежь, сохраняйте свою чистоту, даже если ты еще никому не предложил, или тебе еще никто не предложил, значит, сохраняйте чистоту, потому что то, как вы ведете себя в жизни до брака, будет очень сильно влиять на то, каким будет ваш брак, поэтому сохраняйте чистоту, святость, верность Господу, не позволяйте, чтобы какая-то скверная, она пристала к вам, потому что врагу надо где-то обременить, вот, совесть нашу загрузить, и лишать нас счастья и удовольствия жизни в Боге. Братья и сестры, давайте воскликнем, Аллилуйя! Заметьте, как все радуются, вот, каждый из них, как будто это их сыновья, как будто или сын, или дочь, они все счастливы, и вот, как хорошо, одна сестра сказала, наконец-то я поняла, какое счастье быть членом Крестовой Церкви, эта семья, да еще какая, братство по плоти, оно не может равняться с тем родством, которое совершил для нас Иисус Христос, через свою любовь, через свою пролитую кровь, через Голгофу. Слава Господу! Давайте мы отдельно о них помолимся, чтобы Бог благословил, а потом будем молиться, значит, о следующей нужде. Господи!